если закажете его себе то сто процентов не ошибетесь выбором но это не точно ребят всем привет когда я узнал что 7 и вот-вот выпустит redmi note 8 если честно я подумал что это будет как тот случай с redmi note 6 pro но когда они запустили redmi note 6 pro в один год вместе с redmi note 5 а по факту различий то было просто минимум и тут я также подумал о разница между 7 и 8 версии серии note и в общем то я оказался прав они прям мало чем отличается но разве что камеры проц почти один и тот же батарейка такая же экран такой же в общем о простой версии даже долго говорить не хочется но что меня действительно удивило и заставило заказать смартфон от от себе эта версия про вот тут уже различия прям просто огромный как будто флагманский смартфон себе взял только за 200 баксов и сейчас вы узнаете все самые главные фишки прошлой версии смартфона и так поехали 5 главных фишек этого крутого на сегодняшний день смартфона который я жду не дождусь себе а перед началом я хочу вас попросить о лайке подписки это поможет развитие канала а также хочу напомнить вам о конкурсе который был в моем предыдущем ролике ведь результаты уже совсем скоро первая фишка я бы хотел назвать это конечно же ну конечно же цену ведь обычная версия будет стоить от 140 баксов а вот версия про на выходе стоит от 200 но это все конечно по китаю у нас же цены такие которые увидите на экране короче от 190 простая а 230 версия про максимальная версия стоит 290 долларов это в на 8 128 что очень схоже с моим пока фоном не гигабайтами а ценой который напомню вам в антуту набирает почти 300 тысяч баллов хотя практически также и набирает версия про в которую установлен следующий чипсет от мтк и пусть это будет следующей фишкой и так второе так производительность только посмотрите на тест антуту в сравнении с редми к 20 и я не поверил своим глазам когда увидел что мтк в основном уделает 730 snapdragon вот посмотрите пару моментов часть видео я с кому не сделал индусов надеюсь не обидятся и мне все это нравится я за конкуренцию пусть посоревнуются мтк и дракон в итоге выиграем только мы пользователя кстати helio g90t совсем недавно только презентовали и в названии цифра 90 совсем не просто так дело в том что этот процессор поддерживает частоту в 90 герц по заявленным характеристикам но вот xiaomi на презентации это умолчали видать приберегут фишку для флагманов а вот то что эти две компании заключили договор между собой на установку этого чипсета в такую популярную линейку ноут это даст еще больше популярности медиатеку не может уже большинство просто перестанет его хейтить в чем конечно же я сомневаюсь в общем так скажем с большим глобальным дебютом можно поздравить эту компанию а вот во что это все превратится в успех или провал только покажет время но могу сразу сказать что 15 минутные нагрузки смартфон выдерживает без проблем но я бы его пожарил два часа стресс-тесте и чуть не забыл на мой взгляд один из критериев выбора именно этого камня стала его поддержка сенсоров на 64 мегапикселя и мы медленно и верно перешли к третьей фишке данного смартфона это конечно же крутой камере начнем с чипсета helio g90t который как я сказал без проблем справляется с такими просто огромными фотографиями большинство других чипсетов существующих на данный момент такого не умеют главная фишка камеры следующая каждые четыре пикселя программно объединяются в один чем сглаживает и улучшается все недочеты фотографии например малая освещенность или еще что короче на выходе у фотографий будет 16 крутых мегапикселя и попрошу сильно не орать в комментариях что они потому что настоящие 64 мегапикселя по размеру составляли бы по мегабайт 3050 ну так скажем смартфон на 64 гигабайта влезло бы так фоток 300 да с математикой явно не в ладах в общем у такой камеры есть все шансы на качество фотографии как у некоторых флагманов может еще и лучше но это уже нужно тестить друзья а вот вам видео которое мне очень понравилось по качеству ну я в принципе доволен осталось только дождаться его себе следующей фишкой хотелось бы отметить увеличенную емкость аккумулятора и мне совершенно точно понятно почему они туда поставили батарейку на 4500 миллиампер часов всему виной 12 нанометровый техпроцесс у ядра смартфона к примеру у apple процессоры уже идут 7 нанометров и с точки зрения производительности смартфон будет кушать почти в два раза больше энергии в общем это и хотят компенсировать объем батареи а вот получится ли у них покажет уже время конечно очень хотелось чтобы этого смартфона слегка хватало на пару дней в моем ритме работы и даже при условии что в игр не играть а с играми чтобы хотя бы на день кстати ролик о том как правильно заряжать ваш смартфон будет в подсказке и в описании под роликом и последняя фишка это популярность смартфона короче ребят я не придумал пятую фишку я просто подытожу всю эту информацию что было сказано ранее я считаю что мы с вами в каком-то плане сейчас на грани исторического момента и все тут будет зависеть уже от медиатека xiaomi нам и так дает бомбические устройства по таким смешным ценам ну как смешным для таких параметров цены просто огонь а вот как отработает процессор тут будет ли троттлинг в играх как будет комфортно работать будут ли лаги и зависания тут уже все будет зависеть от медиатека ну пожелаем удачи и надеюсь все получится и от мтк уже отойдет клеймо у пользователей что это полная дичь и как я вам говорил я за конкуренцию всем спасибо за просмотр было приятно искать информацию для вас до скорых встреч и пока пока